Продолжаем выпуск. В Петропавловске прошла четвертая отчетная встреча Акима города Марата Тасмаганбетова. Задать вопросы и рассказать о проблемах пришли жители микрорайонов Кирпичный, Кожзавод, Подкоры и Заречного. Ольга Загоройко расскажет подробнее. В 2015 году жители Петропавловска больше всего интересовала тема благоустройства. Они просили Акима установить новые детские площадки, спилить аварийные деревья и очистить улицы от снега. А какие темы актуальны в этом году, скоро узнаем. Жалуются горожане на плохую работу транспорта. Говорят, 11 маршрут порой приходится ждать по 40 минут. Просит установить более закрытые и менее продуваемые остановочные павильоны. А для жителей микрорайона Кожзавод, который год остается актуальной, другая проблема – весеннее потопление домов. Решить ее может строительство дамбы, говорит Аким. По его словам, уже разработана проектно-сметная документация. На строительство объекта необходимо 600 миллионов тенге. Но пока эта сумма в бюджете не предусмотрена. К слову, в этом году в городской казне 10,5 миллиардов тенге. Это почти на 10% меньше, чем в 2015-м. Несмотря на это, отмечает Асмаганбетов, просьбы горожан постарается выполнить. А вот решатся ли проблемы бездорожья. У нас по улице Чканово и перекрестка Казахстанская Бага очень большая грязь. Не в летнее время, а весною. Там из-за того, что стоит коллектор водопровода, вот это там, постоянно разрывают. И улица Чканово, это невозможно там проходить. А жители Заречного просят заасфальтировать в поселке первый проезд. Свою проблему они подробно расписали в письме к Акиму. Весной и осенью невозможно ходить по поселку Заречный без резиновых сапог, ни нормальной дороги, ни тротуаров нет. Здесь хотел бы сказать о том, что на средний ремонт улиц города выделено 500 миллионов тенге, на устройство тротуара 50 миллионов тенге. Поэтому возможность среднего ремонта по заявленным улицам будет рассмотрена. А у Ольги Васильевой сразу несколько просьб, к Акиму города. Отремонтировать остановку в Заречном, своевременно подсыпать реагентами дорогу на Петропавловское водохранилище, а также проконтролировать график работы 19-го маршрута. Для того, что это 19 маршрута не уходит после 8 дней, и снова будет к нам в Заречном без разрушения. На соблюдение режима после 8 дней. На межведомственную комиссию давайте вынесем, мы будем два года вынуждены, но решение не находит. Заключительная отчётная встреча Акима Петропавловска с горожанами пройдёт в областном центре творчества детей и юношества в четверг 11 февраля в 17 часов. Ольга Загоруйко, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова